Они лишь однажды появились на экранах, но сразу собрали вокруг себя армию поклонников. Зрители ждали новых фильмов с их участием, надеялись, что эти дети-актеры свяжут жизнь с кинематографом. Кто знал, что их ждет трагическая судьба? Давайте узнаем, кто из актеров много раз сидел в тюрьме, кто шагнул в окно, а кто погиб при пожаре. После громкой премьеры «Гости из будущего» юный актер Алеша Фомкин стал знаменитостью. Он и до этого пропадал на студии, снимаясь в киножурнале «Яролаш». Он пропускал уроки, плохо учился, в итоге закончил школу со справкой. После службы в армии он три месяца проработал в МХАТ имени Горького, но был уволен за систематические прогулы. Обидевшись на всех, Алексей уехал в деревню. Там он устроился мельником, женился, затем переехал к супруге во Владимир. Оба злоупотребляли алкоголем. Фомкин погиб при пожаре в ночь с 23 на 24 февраля 1996 года. Ему было всего 26 лет. Для Сергея Шевкуненко «Мосфильм» был вторым домом. Его отец был директором второго творческого объединения «Мосфильма» и умер, когда Сереже было всего 4 года. Мама также работала на киностудии, а сам мальчик снимался в культовых фильмах. Популярность пришла после картины «Кортик». Все изменилось после 1972 года, когда его сестра Ольга вышла замуж за еврея и эмигрировала в Израиль. Оставшись вдвоем с матерью, парень вышел из-под ее контроля. Он связался с дурной компанией, дрался, отбирал у прохожих деньги, пьянствовал. В 1976 году впервые был осужден за драку. Затем имел еще 4 судимости. В уголовной среде его называли «артистом» или «шефом». В 90-е годы он создал Мосфильмовскую организованную преступную группировку. В 1995 году, когда ему было 35 лет, был расстрелян вместе с матерью у себя дома. Преступление до сих пор не раскрыто. Всесоюзная известность пришла к Яну Пузыревскому в 16 лет после фильма «Тайна снежной королевы». Хотя он начал сниматься в кино с 14. Он никогда не сомневался в выборе будущей профессии и сразу после школы стал студентом театрального училища имени Щукина. В 18 лет он женился на соседке по дому Людмиле. Брак оказался неудачным. Семью не спас даже родившийся в 1995 году сын Иштван. Отсутствие ролей заставило актера искать другую работу. Он уволился из театра на Таганке и устроился барменом в Пэлос-отель. Ушел от жены к маме, но с сыном виделся регулярно. В один из своих приходов 3 апреля 1996 года он шагнул из окна квартиры на 12 этаже. Актер разбился насмерть, ему было всего 25 лет. Для Дмитрия Егорова роль в фильме «Чучело» стала единственной. Ролан Быков долго не мог найти мальчика для образа Димы Сомова, пока не увидел фотографию сына актрисы Натальи Кустинской. Но становиться профессиональным артистом Дмитрий не планировал. После школы он поступил в МГИМО, закончил экономический факультет. Его всегда влекло что-то новое. Он был участником октябрьских событий 1993 года в Останкино и даже был ранен. Дмитрий рано женился в 21 год, но счастье длилось недолго. Новорожденный сын прожил всего 7 месяцев и умер. Жена начала пить, а Дмитрий – принимать наркотики. Он скончался в 32 года от передозировки 20 октября 2002 года. Хотя матери сказали, что у него просто остановилось сердце. Звездной ролью Юлии Космачевой стала Галюня в фильме «Белые росы». За свою короткую жизнь она успела стать профессиональной актрисой, выйти замуж и развестись, родить дочь Аполлинарию. Сниматься она начала с 4 лет. Мама работала директором съемочной группы на белорусском телевидении и с детства научила дочь работать перед камерой. По совету родителей она закончила факультет журналистики и начала работать над собственными телепроектами. В тот роковой день ничто не предвещало беды. Юлия была в хорошем настроении и вечером отправилась в гости к соседу. На некоторое время молодой человек отлучился в магазин, а когда вернулся, то обнаружил девушку мертвой. Юлия умерла от внезапной остановки сердца 17 декабря 2000 года. Ей было всего 24. Каждая из этих юных актеров оставила себе память на долгие годы. Фильмы с их участием пересматривает взрослая и смотрит новое поколение зрителей. Делитесь видео с друзьями, а также подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok